На улице проливной дождь, но рязанскую молодежь, кажется, это нисколько не смущает. Спортивные площадки в лесопарке под мостом еще не готовы полностью. Несмотря на это, здесь уже прошло занятие по паркуру. Ребята признаются, такого места в городе им очень не хватало. Движение паркур начало возрождаться в Рязани год назад, но места для занятий не было. Им приходилось переходить с места на место, их гоняли и не давали заниматься любимым, пусть и экстремальным видом спорта. Нам она очень нужна и в принципе это единственное, что нам так долго и не хватало, из-за чего во многом наше движение прекратилось существовать, из-за того, что у нас не было определенных условий. Здесь нас будут видеть разные люди, привлекать будем больше молодежь, чтобы она не просто ходила по лесу бездельно, не распивала алкогольные напитки, не курила, а видела, как люди занимаются спортом и мотивировалась. Нам нужно определенное место, где мы тренируемся. Нас постоянно ищут, а нас знают, но найти нас нигде не могут, потому что мы перемещаемся везде по городу. И определенное место поможет всем найти нас и собраться всем вместе. Здесь нравится покрытие и атмосфера, никто не мешает, в принципе здесь самое то. Под мостом планируется сделать 8 спортивных площадок. Три из них будут оборудованы для занятий стритболом. Также здесь разместят зоны для детей, занятий дворовым футболом и тренировочную зону для воркаута. Именно последняя и привлекла внимание рязанских любителей паркура. Воркаут – это в первую очередь турники. Турники – это тоже часть паркура, фрирана. Фрирана – это подразумевание паркура, которое больше включает в себя акробатики. Акробатики, турники и все различные препятствия, городские, искусственные, все нам подходят. Поэтому площадка для воркаута была бы даже идеальна. Уличный спортивный центр планируют открыть в первых числах августа. Более того, последний месяц лета может запомниться финалом Кубка России по уличному баскетболу. Его проведут как раз на этой новой городской площадке. Сейчас уже монтируют входную группу. Площадки утеплят, так что заниматься спортом в лесопарке можно будет круглый год. На случай весеннего разлива тоже все предусмотрели. Конструкцию подняли на 60 см от земли, а при необходимости ее можно будет перенести подъемным краном в другое место. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».